Добро пожаловать обратно во вторую часть презентации про настройку Marathon TestRunner. Для тех, кто не был на первой части, по тем или иным причинам мы разобрали очень интересные аспекты про перформанс, про фильтрацию тестов, про то, что из себя представляет Marathon в целом, про то, как работают тест-репорты, что необходимо для Marathon, для чего вообще это создавалось. Было очень интересно. Но, тем не менее, мы двигаемся вперед ко второй части, в которой мы рассмотрим настройку Marathon по две специфичные платформы, под Android и под iOS. От себя хочу заметить, что мы получили вопросы от участников конференции, и мы их рассмотрим в конце, как обещали. Пожалуйста, в конце презентации мы либо рассмотрим в этой группе, либо перейдем в другую группу для рассмотрения вопросов, но это точно будет рассмотрено. Итак, во второй части мы двигаемся к платформенной части, и, Антон, тебе слово, погнали. Спасибо, Костя. Да, собственно, этот сегмент у нас разделен, мы поговорим про Android, про специфичные опции конфигурации, как представлены девайсы. То же самое про iOS, и после этого я вам покажу оптимальные, на мой взгляд, конфигурации для разных вариантов, которые я упоминал, по скорости, по устойчивости, и по скорости и устойчивости. Я также покажу одну очень популярную, неоптимальную конфигурацию, которую вы можете использовать, а можете не использовать. О ней попозже, соответственно. И начинаем мы про Android. Начать в Android, наверное, стоит с того, как... А как подключать вообще девайсы, да? То есть мы получили какие-то тесты, как мы будем подключать, например, 100 разных устройств, эмуляторов и симуляторов. Ну, в Android об этом позаботились ребята, которые занимаются туллингом. У нас есть такая штука, которая называется Android Debug Bridge, или DB в простонародье. Что он позволяет? Он позволяет объединить все устройства, которые у вас есть, подключенные по USB или по сети. По сети в данном случае можно подключать устройство напрямую через DB Connect. То есть там, если у вас там проводные какие-то сервера, там эмуляторы, сеть, там можно к ним достучаться откуда угодно. Даже из другой части земного шара. И также вы можете использовать на данный момент упрощенную схему подключения через DBPR. В новых версиях Android в дебаг-опциях у вас есть возможность просто через UI и PIN соединить ADB и ваш телефон по Wi-Fi, например. Что проще, чем добавлять какой-то там IP-шник и искать, какой порт нужно открыть. Соответственно, ADB нам позволяет подключить удаленное устройство. Это один сервер, соответственно, и с помощью него можно посмотреть список устройств, что-нибудь с ними сделать, установить приложение, прогнать шоу-команды. Значит, что делает марафон в данном случае? Первое, что делает марафон, это поддерживает больше, чем один ADB-сервер. Почему это используется? На самом деле, корень этого в том, что поддерживаются дополнительные фичи. Я вам покажу пример, как это используется. Это очень такой advanced behavior в тестах. Но по умолчанию вы можете просто использовать локальный ADB-сервер, так же, как во всех тест-траннерах и ваших ADE это привычно сделано. То есть вы просто запускаете тесты, все, что у вас локально подключено к вашей машине, то и будет использоваться по умолчанию. Но можно, соответственно, сделать дополнительные ADB-сервера. Как это выглядит, сейчас покажу. Значит, вот, если вы, по умолчанию, если вы используете такой локальный ADB-сервер, у вас будет, соответственно, localhost, это 127.001, это то, где у вас живет этот локальный ADB-сервер. Его можете не указывать. Вы можете добавить другой, да, там, например, у вас есть общая ферма на компанию, и там есть какие-то еще устройства, которые позволят вам запускать ваши тесты, там, не знаю, в 5 раз быстрее. Вот, укажется здесь и будет быстрее. А можете, наоборот, сказать, что локально вы вообще ничего не будете гонять, да, потому что, например, локальная у вас машина, может быть, какой-нибудь CI-агент, и там нельзя поднять эмуляторы и нет реальных устройств. Вы используете только удаленное устройство, тоже поддерживается, но, соответственно, вам нужно указать, что локальный сервер вы не используете. Так, значит, после того, как вы подключили какие-то там ADB-сервера, да, у вас появился зоопарк устройств. Ну, там, это могут быть и реальные устройства, там, телефоны, планшеты, не знаю, Android TV, все, что поддерживает ADB, либо это могут быть эмуляторы, которые запущены там в кластере, там, на кубернетис или еще где. Вот, получили эти устройства, теперь что нам нужно сделать? Ну, марафон первое, что делает, это парсить тесты, то есть пытаться понять, что мы будем запускать. И здесь, соответственно, есть две опции, как это будет происходить. Дефолтная опция – это локальный тест-парсер. Локальный, он имеется в виду локально к тому месту, где ранится сам марафон, как бинар. Значит, это происходит с помощью библиотеки от LinkedIn и DexTestParser. Что это такое? Это просто код, который умеет поднимать формат Dex внутри ПК, и он смотрит на методы, которые аннотированы с помощью addTest, соответственно, из G-Unit. Все, что там будет, соответственно, будет выведено в список, да, и какие плюсы и минусы у этого решения, да. Это решение по умолчанию, оно быстрое, когда оно не работает, это когда у вас есть тесты, которые генерируются в рантайме, в рантайме теста самого, да. Какой пример самый банальный? Самый банальный, наверное, это параметризированные тесты. То есть, когда вы пишете параметризированный тест, у вас может быть куча комбинаций, которые в коде не объявлены как отдельные методы. Поэтому единственный вариант, как понять, что вы будете запускать, это реально прогнать эти тесты. Ну, или прогнать без исполнения, как это в андроиде называется. Значит, еще пример такой, там, какой-нибудь кукумбер, да, тоже тесты такие же, да, они генерируются в рантайме, исходя из текстовых спецификаций. Вот, соответственно, если у вас нету рантайм-генерированных тестов, то можно использовать этот метод, он быстрый и будет работать хорошо. Второй, соответственно, тест-парсер, который есть, это remote-тест-парсер и remote, в данном случае, опять же, относительно того, где ранится марафон. То есть, он использует какой-то настоящий девайс с андроидом, но он у вас, очевидно, будет, потому что иначе на чем вы забудете запускать андроид-тесты. И на этом устройстве будет запущен IAM-инструмент в режиме просто вот блок-тру параметра указывает, что тест-радор должен просто проинформировать нас о том, что вот такие тесты есть, но реальный запуск их не будет произведен. Какие плюсы? Эта штука поддерживает вот эти динамические тесты, там, параметризированные просто, параметризированные еще с именем тесты. Все это будет поддерживаться, все это будет параллелиться. Какие минусы? Эта штука работает медленнее по сравнению с бинарным парсером, потому что нужно настоящее устройство, оно по сети, естественно, подключено. Нужно установить все приложения, это тоже занимает какое-то время, нужно запустить эту команду, то есть он просто по умолчанию будет медленнее. Но это как бы делается только в самом начале рана один раз. Если устройство там недоступно, это будет, естественно, заветраем. Вот. Еще один минус в том, что некоторые фреймворки, в данном случае я обращаюсь непосредственно, наверное, как пример к Flutter. То есть где-то, наверное, два года назад я пытался сделать поддержку Flutter для Android части, и во Flutter просто банально не имплементируется контракт вот этого AM-инструмента. Это не что-то специфичное для марафона, это просто то, как по идее должен работать AM-инструмент на Android. И вот не все фреймворки поддерживают все, что должны, потому что никто их не проверяет. Поэтому в некоторых ситуациях, если вы используете какие-то кастомные штуки, а не стандартные, там, Espresso, то даже этот вариант с удаленным парсером может не сработать. Значит, как это конфигурировать? Вот. Соответственно, локальный, ну, это скорее такой воображаемый пример, да, то есть по умолчанию оно так используется. Это если вы очень хотите принудительно указать, что вы хотите использовать локальный test parser, то вы можете указать вот здесь вот test parser configuration в блоке vendor configuration, да. То есть все, что вне вендора, это вот эта общая конфигурация, про которую мы говорили в первой части, а все, что касается законодательной платформы, оно введено, соответственно, в блок vendor configuration. В данном случае это Android конфигурация, да. И, соответственно, если вы хотите использовать удаленный parser, то указывайте тип remote. И в случае, если вы используете remote parser, там есть, можно еще передать дополнительные параметры. Например, там фреймворки некоторые требуют дополнительных аргументов в IAM инструмент, можете их указать здесь. А в качестве примера здесь указано, что как получить дополнительные аннотации про тесты. То есть если вы используете remote test parser, он по умолчанию не будет знать ничего про то, какие аннотации указаны на конкретном тесте, потому что это не печатается, в принципе, IAM инструментом. Можно это обойти, об этом можно почитать документации как. Но вот как пример, если вам нужно еще что-то дополнительное передать просто на parsing, это тоже можно сделать. Теперь поговорим про, наверное, первое, что хочется сделать в своих репортах, именно запись экрана. Значит, запись экрана в марафоне по умолчанию происходит, если доступно, соответственно, видео. Видео записывается до трех минут на андроиде. Почему до трех минут? Потому что в андроиде просто скрин-рекордер сам встроенный, не марафоновский, опять же, это просто андроид, он не поддерживает запись больше трех минут. Ну, по каким-то причинам. Это можно сделать тикет Google и спросить, почему. Ну, поэтому как бы тесты, которые дольше трех минут, видео всегда будет обрезано. Вот. Значит, если видео недоступно, то можно пользоваться скриншотилкой. Скриншоты — это не скриншоты в том плане, что у вас будет там тысяча файлов PNG. Нет. В марафоне кастомный GIF-энкодер, который потоково считывает картинки и из этого формирует GIF. Соответственно, когда вы запускаете тест трансфу и ничего не указываете, по умолчанию приоритет работает так, что либо работает видео, если оно поддерживается, если оно не работает, идет скриншотилка, и если уже скриншотилка тоже не работает, по каким-либо причинам, то просто ничего не будет. Как выглядит на уровне конфигурации? Если, в данном случае, пример конфигурации, который принудительный. Вот, например, точно хотите записать только видео, например, да? То есть какие параметры тут есть? Можно указать, что я предпочитаю определенный тип. В данном случае я хочу по умолчанию записывать только видео. Выключается скриншотилка, то есть даже если видео недоступно, скриншоты не будут включены. И для видео что можно указать? Можно указать параметры размера, которые для видео капчируются на самом устройстве. То есть сам Android это делает, битрейт и тайм-лимит. Но, как я говорил, тайм-лимит здесь максимальный 180 секунд. Если укажете больше, он все равно будет 180, то есть он будет обрезан автоматом. Если вы хотите принудительно запустить скриншоты, соответственно, указывайте, что я хочу предпочесть скриншоты, видео выключаете, и в скриншотах можно указать, наверное, тут два параметра важные, да? То есть с каким интервалом делать скриншот и его потоково гнать в GIF. И resize, то есть чтобы сделать GIF поменьше, потому что если очень долгий тест, там может быть GIF большой, много мегабайт, это будет потом долго открываться. Можно это заресайзить, там, не знаю, до 720p, если хочется, и немножко сэкономить место. Так, значит, скриншоты записали, они там, соответственно, будут в отчетах добавлены, просто будут лежать как файлы, можете их посмотреть. Следующий момент, который достаточно интересен, это, он относится к устойчивости тестов, да, и вот то, что обычно делают там оркестратором или подобными инструментами, это убирание сайд-эффектов. Что такое сайд-эффект? Это когда вы запускаете тест, и после запуска тестов на устройстве что-то остается, что можно потом прочитать в другом тесте и, так сказать, сделать передачу каких-то параметров между разными запусками. Чтобы этого избежать, Marathon может просто делать PM Clear, то есть клирить весь пакет, удаление всех внутренних там SQL-лайтов, какие-то preferences и все, что угодно у вас там есть. Вот, это процесс дорогостоящая, вот, значит, оно помогает в той ситуации, когда вы просто пока не можете поправить свои тесты, но вот хотите, чтобы все было как можно более изолировано, да, и это, регулируя размер батча, вы еще понимаете, что там вот эта комбинация там, скорее всего, не будет иметь сайд-эффектов, а вот вы, или там, если вы хотите совсем режим параноика, да, то как бы изолированные тест-траны, один тест батча, PM Clear между всеми. Будет дорого, потому что будет очень долго это занимать от команды, но хотя бы оно будет более релайвло, если вам это нужно в ваших конкретных условиях. Вот, здесь важно уточнить, что когда в Андроиде вы делаете PM Clear, происходит ресет пермишенов, которые выданы на приложение, поэтому если у вас нужны какие-то пермишены, и вы там пытаетесь их дать через марафон, то марафон их выдает только один раз при старте. Поэтому по-хорошему, если вы используете этот режим, то вам нужно внутри теста использовать соответствующие рулы, чтобы они выдавали вам пермишены на каждый тест каждый раз, особенно с условием того, что это все пролетит на кучу устройств, и там, может быть, другой тест еще не дал пермишен. Как выглядит это все в конфигурации, когда вы это используете? Просто добавляете два флага буллин, один из них делает PM Clear на пакет вашего приложения, а другой делает PM Clear на пакет тестовый. Если у вас библиотека, то вам нужен только тестовый. Если приложение у вас, то, соответственно, две ПК-шки вы можете клирить постоянно. Так, значит, помимо сайд-эффектов, что еще интересного есть в марафоне на Андроиде? Достаточно гранулярные тайм-ауты. Много чего можно здесь поправить. Я сейчас просто покажу список, что с дефолта. Ну, не дефолты, на самом деле, это просто темповые значения. Значит, все вот эти строчки, которые вы видите, это просто ISA 8601, стандартизованный вариант, как сериализовывать строчку duration. Что можно здесь указывать? Сколько там... Потому что марафон делает много операций на данных устройствах на Андроиде, да? То есть у кого-то может быть installation приложением, занимаясь там, не знаю, очень долго, потому что сеть очень медленная. Да, вы можете поправить этот duration, сделать его больше, и у вас не будет тайм-аута. Ну, по-хорошему вы можете еще починить сеть, да, чтобы было быстрее. То же самое со всякими передачами файлов, туда-обратно на устройство, удалением приложений, которые происходят перед стартом. И такие же параметры все на запись. Там процессы тоже, соответственно, стартуют, на них тоже есть тайм-ауты. Третье всего это все правится, когда вы в ходе теста, но видите, что у вас происходит тайм-аут exception, и что-то у вас конкретно не работает. Марафон перезапустит этот тест, но если кардинально проблема у вас где-то там в инфраструктуре, что что-то работает очень медленно, нужно иногда менять эти параметры, чтобы адаптироваться под конкретно то, на чем вы запускаете тесты, да? А дефолты достаточно бризно было, на мой взгляд. И вот здесь, собственно, про то, что я говорил вначале про доступ к нескольким ADB-серверам. Значит, test access – это такая фича марафона, которая позволяет вам изнутри теста пойти и что-нибудь сделать с самим ADB и даже с самим эмулятором. Значит, что на практике, как это выглядит, да? То есть вы можете изнутри теста взять и запустить какую-нибудь shell-команду на том эмуляторе, на котором ранится тест, или на девайсе даже, на самом телефоне. А для эмуляторов вы можете там делать mock-GPS, причем не внутри своей архитектуры софта, а вне, на самом эмуляторе. Это то же самое, что используется обычно в менюшках эмулятора. У вас обычно справа стоит визуальный GUI-редактор. Все то же самое можно делать изнутри теста и автоматизировать. Значит, здесь есть ссылки на примеры, как это используется. Я сейчас просто покажу. И важно здесь еще для эмулятора. Эмулятор революционирует, там становится все больше методов, которые можно использовать, поэтому вот эта спека, она обновляется достаточно часто. Значит, как это выглядит? Сейчас покажу вам на уровне теста. Сейчас перенесем. И сейчас должно быть видно, да. Значит, на уровне теста, вот, например, тест, который использует gRPC, интерфейс самого эмулятора, да, вы добавляете, соответственно, классический рул на то, чтобы стартануть там какое-то activity, и дальше добавляете рул на доступ к эмулятору. Когда вы конфигрируете марафон с включением тест-аксиса, вот эта штука начинает работать. И что она вам дает? Это рул вам дает интерфейс вот этот gRPC. В данном случае, можете, я просто проверяю, что у эмулятора стоит, что он запущен, но очевидно, что если он работает, то он будет выполняться. Но вы также можете сделать здесь кучу-кучу всего. Советую вам посмотреть на то, что здесь доступно. То есть можно там посмотреть GPS-координаты, батарейку, можно вообще послать SMS-ку самому себе и проверить, что там приложение звонилки работает правильно, или там послать гироскоп данные какие-нибудь. То есть для этого вам не нужно никаких внешних устройств, да. Но здесь requirement в том, что для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы устройство, как эмулятор, было подключено к настоящему Adobe серверу. И поэтому, собственно, вам нужно указывать напрямую Adobe сервера. То есть на эмуляторы вам не нужно делать Adobe Connect, вам нужно как раз-таки указывать, чтобы Adobe сервер был тот, где запущены непосредственно эти эмуляторы. Со стороны марафона это выглядит так, что Test Access вы можете выдать напрямую, что вы хотите дать доступ к Adobe. Нужно понимать, что когда вы даете доступ на Adobe, вы даете доступ на все устройства, смежные к этому Adobe серверу, да. То есть в теории вы можете обрушить абсолютно все другие тест-раны, а может быть даже и не свои, да. Если вы шарите устройства между разными тест-ранами на одной ноде, да. И то же самое с JRPC и с консоль. Это, по сути, урезанная очень старая версия того, как управлять эмуляторами. Там тоже как бы такие терминальные команды, там обычный TNET протокол, просто TCP socket. Но возможности там мини-структурированные. То есть в JRPC у вас есть реальный интерфейс, да. Вы можете посмотреть, что доступно. С TNET вам нужно будет проверять, скорее всего, а черные эмуляторы реально можно запустить. Там достаточно сложный интерфейс. Но тоже можно это делать, если хочется. Вот. Очень сильно расширяет ваш арсенал того, что вы можете делать в тестах. То есть иногда очень сложно что-то тестировать end-to-end. Это позволяет вам достаточно end-to-end тестировать, если вы доверяете эмулятору и тому, как он работает. И что еще есть в марафоне интересного в Android? Если вы делаете скриншоты и хотите, чтобы эти скриншоты сохранялись внутри отчетов, частая проблема, марафон по умолчанию будет делать свои скриншоты. Если вы там что-то делаете, это будет просто файл. Но если вы хотите добавить скриншоты в отчеты, можете просто использовать AndroidX Screen Capture API. Тут есть пример, как можно написать тест, который это будет делать. Просто вызываете стандартные методы, добавляете один дополнительный процессор, никакой конфигурации со стороны марафона при этом не нужно делать. То есть он автоматом всегда будет воспринимать это и будет пулить эти скриншоты и добавлять в отчеты. То есть вместо того, чтобы использовать какой-то там кастомный скриншот-интерфейс, класть куда-то там в external storage, лучше использовать стандартный API, который добавлен в Android SDK уже и он достаточно унифицированный. Про передачу файлов. Значит, передача файлов работает в два направления. Вы можете перед тем, как стартануть конкретный батч тестов, передать файлы на устройство и после выполнения тестов вы можете что-то стянуть с устройства. Соответственно, что поддерживается, куда вы можете запушить файлы. Можете запушить файлы в external storage. Обычно это, если есть SD-карта, это SD-карта, если нет SD-карта, это SD-карта, это отдельный партишн просто внутри устройства. Можете запушить вы можете запушить в TMP-директорию, которая slash local TMP, по-моему, сейчас уже не помню на память, и спулить вы еще тоже можете изнутри приватной области вашего приложения. То есть, когда вы берете get files и получаете контекст своего приложения, и там можете записать файлы приватные для вашего приложения, вы можете их тоже стянуть с себя. Это то, как, например, подтягивается coverage без дополнительных permission в марафоне для андроида применительно. Агрегировать эти файлы все, да, их может быть много, можно собирать скриншоты, тест-логи или еще что-то. Можно по четырем критериям, можно на каждый девайс все собирать штуки и смотреть потом там дампы, TCP-трафика по каждому девайсу. Можно это собирать на пул девайсов, то есть, если у вас куча устройств, все они будут в одной папке соответственно собраны. Можно это делать и на девайсе, и на пул, на все возможные конфигурации будут созданы на отдельную папку, а также можно вообще на весь тест-тестеран. То есть, все вообще положить в одно и то же место. Значит, как это выглядит? Давайте посмотрим. Значит, здесь много достаточно параметров, достаточно обильно. Выглядит монструозно на самом деле, но все в целом достаточно просто. То есть, когда вы указываете, какой файл или папку вы хотите запушить или запулить, вы указываете корень, от чего отсчитываться, почему external storage, на всякий случай расскажу, потому что slash SD-card это не то, что есть на всех устройствах в прошивках. Некоторые устройства меняют этот mount на совершенно другой путь, поэтому абсолютных путей вы здесь никогда не увидите, потому что они все должны быть абсолютными из-за того, что все андроиды разные. Соответственно, вот от этого pathroot вы говорите, что относительно считаете вот эту там папку или файл, и она будет соответственно стянута после того, как каждый батч завершился, и указываете этот aggregation mode, как вы будете собирать это все по папкам в одну папку, папка на устройство, папка на pool и так далее. Соответственно, здесь какие есть, здесь просто приведены примеры, что разные типы агрегации все собирается из external storage. Когда вы хотите запушить файлы, это бывает иногда нужно, когда у вас есть какие-нибудь фиксы, например, или, например, у вас есть какой-нибудь скриншот тестирования, и вы хотите передавать, не знаю, референсные скриншоты внутрь девайса, они вам нужны, именно чтобы тестоварнер вам предоставил, или другие любые assertion, когда с чем-то нужно сравнить какой-нибудь бинарник. Вот можете передать, соответственно, в папку, либо в TMP, либо в external storage, но вам потребуется permission, чтобы прочитать изнутри вашего теста. И также косвенно здесь, наверное, стоит упомянуть про allure, потому что выглядит опция, когда конфигуруете очень просто, просто ставите boolean flag в true, и у вас автоматом все, что allure генерирует в рамках вашего теста, оно будет собрано в отдельную папку. Но, по сути, внутри оно реализовано вот ровно точно так же через пол файлов, просто заранее марафон знает, где allure будет собирать нужные отчеты. Это также можно делать самому, то есть не использовать этот флаг, можно самому написать настоящую конфигурацию, где она будет собрана. И также это же используется, как я уже говорил, кавериджем. То есть, когда вы собираете каверидж, марафон не требует от вас permission, чтобы писать в external storage, потому что этот permission, по сути, не нужен для того, чтобы сохранить этот файл. Марафон запишет это внутренний апдата приложения. Так, с Android у нас, по-моему, все. И сейчас следующая секция у нас про iOS. И также, наверное, начнем с того, как подключать устройство. Здесь немножко поинтереснее, конечно. Компания Apple не очень волнуется по поводу DevTooling, да, здесь нет каких-то там IDB, а именно от Apple, да, то есть IDB это аналог ADB-шки от Facebook, но в целом какого-то универсального Tooling для того, чтобы получить доступ к удаленному там симулятору или телефону, тут в целом нет. Все всегда предполагается, что делается через Xcode. Поэтому по сути единственное, что можно сделать в этой ситуации, это предоставить Shell доступ, да, то есть так вы можете использовать Xcode Build через терминал, то есть это локальный запуск тестов, и вы можете использовать также удаленные симуляторы через соответственно SSH или Secure Shell, генерировать ключи, подключаетесь на удаленную машину и используете симуляторы оттуда. Важно отметить, что марафон при этом сам может раниться вообще на чем угодно, на Винде, на Линуксе, то есть вам не нужен macOS для того, чтобы запускать тесты марафоном, вам нужен Apple Environment только для того, чтобы стартовать ваши там симуляторы. Это сильно упрощает задачу, потому что для марафона вы можете какой-нибудь контейнер маленький поднять там с полгига оперативы и все ресурсы только требуются для поднятия симуляторов где-то. Но если вы не используете такой режим, то, естественно, можете просто локально использовать, то есть запускаете марафон на macOS, и он же тут же автоматом использует локально запущенные симуляторы или там создает их на лету. Значит, что здесь поддерживается? Поддерживаются симуляторы, которые созданы уже вами до старта марафона, то есть вы можете указать принудительно UDID, уникальный номер девайса, либо вы можете попросить марафон, создать или переиспользовать определенные конфигурации. Проще все это показать на примере. Значит, когда мы собираем, например, в данном случае локальную конфигурацию, запускаете на macOS марафон и говорите использовать локальные девайсы. Вот один из типов девайсов, которые вы можете использовать, это просто указываете UDID. Если он будет найден, он будет использован в качестве эта страна. А можете сказать, например, что мне в принципе без разницы какой там UDID из устройства, можно я просто буду использовать например iPhone 13 mini или любая другая конфигурация. Стоит упомянуть еще, что конфигурация вот этих девайсов, она происходит в отдельном файле, который в марафоне назван Marathon Devices, так как нету никакой штуки как ADB, которая динамически в рентайме подсказывает, что доступно, это все указывается заранее перед началом этой страны. То есть, какие устройства используете откуда. То есть, Marathon читает этот файл и пытается переиспользовать устройства, которые здесь указаны. Значит, помимо локальных устройств, как я говорил, можно использовать удаленные, то есть, например, у вас ферма на компанию построена, там есть куча всяких Mac Pro, где вы запускаете классные симуляторы, делаете к ним SSH и переиспользуете их ресурсы, чтобы ваш лэптоп не разогревался как космолет. Тоже то же самое все работает, по девайсам указываете, либо уедите симуляторы, который там уже был создан, либо конфигурацию. И также вы можете это, естественно, комбинировать, то есть, вы можете делать раны, которые переиспользуют и локальные ресурсы, и удаленные ресурсы. Можете добавить 50 машин Mac Mini, и ваши тесты будут летать за минуту. То есть, sky is the limit, как говорится. Значит, подключили устройство, теперь есть нам на чем это использовать. Что первое обычно хочется в iOS увидеть, часто используется процессинг xResult папочек, которые создаются в рамках тест-страна, либо вы хотите открыть результат тест-страна в xCode. Значит, марафон точно так же может пулить любые папки и файлы, и в том числе и xResult тоже. Чтобы это сделать, просто boolean flag в конфигурации указывается примерно следующим образом. То есть, указываете в xResult блоке, что вы хотите забирать результаты на все свои тест-страны, и также указываете принудительно, что вы хотите удалять их оттуда с тех устройств или нет. В некоторых ситуациях люди, которые отвечают за инфраструктуру, хотят отдельно процессить эти xResult, и поэтому можно их и там оставлять, если хочется. Но если вы хотите сохранить место, то, естественно, проще просто их удалять оттуда. Важно отметить здесь, что в xResult, которые генерируются на каждый батч, Marathon не делает никакой мерджинг этих xResult. Хотя тулинг внутри macOS для этого есть, это уже вне марафона лежит. Потому что Marathon, как я упоминал, может запускаться на Windows, может запускаться на Linux, и там никаких этих пропоритарных тулзов от Apple нет, и поэтому как мерджить их на этих операционных системах, в принципе, вообще непонятно, когда и сам формат особо недокументированный. Поэтому, если вы хотите мерджить свои сотни xResult, то вы можете это сделать вся, если вы это организуете, передать все эти файлы и вызвать одну команду. Помимо xResult, про запись экрана, все в принципе в целом очень сильно напоминает Android. Такой же приоритет, если есть видео, то записываем видео, если нет видео, делаем скриншоты, если нет скриншотов, то ничего не записываем. Параметры на запись они немножечко другие. Для видео что можно поменять? Можно поменять кодек, с которым энкодится само видео. По умолчанию марафоном выставляется H.264. Почему? Потому что HEVC или H.265 по-другому, он не поддерживается всеми браузерами. То есть не все операционные системы по умолчанию умеют открывать H.265, поэтому H.264 это такая дефолтная опция, которая бы сработала для всех. Если вы выберете HEVC и откроете это на каком-нибудь браузере определенной конфигурации, где это не поддерживается, у вас в отчете просто будет как будто бы нет видео. На самом деле это просто вина браузера, что он не может ничего показать. В консоли увидите, что не поддерживает мой формат видео. Также можно указать в видео такие общие параметры, как маска, то есть имеется в виду рамка вокруг вашего симулятора, как ее показывать или просто черным сделать. И можете выбрать дисплей для устройства, если он запарен например с Apple Watch. Со скриншотами ровно такие же параметры с маской, экраном, но соответственно поддерживается так, как это потоковая запись в GIF и находятся файлы с GIF, чтобы вы посмотрели как будто бы это видео. Тоже можно регулировать интервал скриншота и также можно регулировать даунскейлинг, чтобы сохранить немножко место, чтобы там оно не занимало мегабайты и в десятки мегабайт. Как это выглядит в конфигурации? Довольно похоже на то, что внутри андроида сделано, то есть вы указываете, что вы хотите например видеоконфигурацию, а если принудительнее вы хотите именно указать, указываете кодек, маску, дисплей, если вам это нужно, по умолчанию дефолты будут даже 264, встроенный экран и черная маска. На скриншоте соответственно указываете, что приоритизируете скриншоты и указываете точно так же дисплей, маску, ресайзинг на то, чтобы даунскейл сделать и задержку на все эти скриншоты. Не рекомендую делать очень низкую задержку, потому что любая операция скриншота, она занимает какое-то время, особенно если на посети происходит. Сделать очень маленькую задержку, но просто марафон будет в любом случае работать на пределе, поэтому старайтесь сделать не одну миллисекунду, чтобы это уже видео скорее. Здесь еще есть такой параметр как тип скриншота, лучше его не менять. В чем смысл внутри? Марафон вызывает команду простую, чтобы взять скриншот в виде определенного типа, там есть еще поддерживать параметры PNG и что-то еще. Но здесь интерес в том, чтобы как можно быстрее передать конкретный скриншот с удаленного симулятора на то место, где работает сам марафон. JPEG самый быстрый формат в плане того размера, который делается скриншот, результирующий PNG. Это lossless encoding, а JPEG занимает на порядок меньше, поэтому лучше это не менять. Но если кто-то хочет поиграться, конечно, тоже можно. Так, про записи краду поговорили. Значит, из-за того, что марафон сам может создавать симуляторы, то есть вы указываете, можете указать не UDID-симуляторы, которые уже созданы, а просто там совершенно новый Mac Mini подключили, и подключили к нему марафон через SSH, и марафон смотрит, и там нужно, чтобы было там три айфона последних. Если их нет, он их создаст. Следующая же проблема сразу, которая происходит, это о чем мы с этим устройством будем делать между двух странах. вот для того, чтобы избежать хоть каких-то сайд-эффектов между двух стран, вы можете симуляторы как минимум перестартовать, то есть сделать им ребут перед тем, как запускаются тесты, либо вообще в принципе очищать их до, по сути, фактора ресайт, чтобы там ничего не оставалось в начале этой страны. Как это выглядит в конфигурации внутри лайф-сайкла вы указываете, там это и нам по сути сделано, то есть вы можете указать, что на подготавливание устройства на запись, на тестирование вы можете перетирать все, что там есть и по сути делать фактор ресет, а на тот момент, когда вы заканчиваете тест-ран, вы можете сделать шатдаун, то есть это штатное выключение симулятора, а можете сделать терминейт. Разница между ними в том, что шатдаун это как бы штатно, марафон будет ожидать, что симулятор когда-то закроется, подождет и все закончится. Терминейт это настоящий C-kill на весь процесс. Нюанс в том, что обычно симулятор не уважает такое поведение и после этого симулятор, скорее всего, не запустится без фактора ресета. То есть бывают ситуации, когда если неправильно здесь конфигурировать, то марафон просто не сможет переиспользовать симуляторы, поэтому будьте аккуратны вот с этим терминейтом. И также из-за того, что есть провиженинг, марафон анализирует, какие девайсы доступны, соответственно, если какие-то девайсы сейчас запущены, например, было в начале старта три симулятора, которые вообще не актуальны для данного страна, можно их вообще зашатдаунить, потому что они занимают ресурсы, занимают CPU, память, то есть зачем они нам нужны, если мы выполняем на этом устройстве. То есть если у вас эксклюзивный доступ к симуляторам на каждой ноде и никто больше ими не пользуется, можете просто сделать шатдаун на все то, что не нужно для каждого страна перед запуском, указав вот этот бинарный фактор в true. Про life cycle и side effects немножечко поговорили и про менеджмент ресурсов. Что можно еще сделать в IOS? Выдавать Permissions на использование в приложении. Единственный нюанс в том, что нужно указывать Bundle ID вашего приложения, которому нужно выдать на данный момент. В следующих версиях это возможно изменится, но вот что вы можете выдать, доступ к календарям, к фотосам и так далее. Выглядит это так, что в блоке Permissions вы указываете Bundle ID, кому надо выдать Permissions и просто указываете массив того, какие Permissions нужно дать. Это все будет выдано перед началом тестирования при установке приложений. Так, таймауты. Тоже достаточно гранулярные таймауты в IOS-имплементации. Что у нас здесь есть? Даже, по-моему, больше, чем в Android. Ну, похожая история с установкой приложения. Да, если у вас там приложение занимает полгигабайта, то, очевидно, это нужно сделать немножко побольше. А таймаут, иначе, если сеть медленная, просто может провалиться по таймауту. Также, соответственно, на провижене ресурсов, на провиженных симуляторов, на перетирание стейта, на бут симулятора тоже есть таймауты. Если железо очень медленное, возможно, придется поправить в сторону более длинного таймаута. Также, перед тем, как марафон идет на удаленные устройства, имейте в виду те, которые предоставляются через SSH, марафон в целом проверяет, а вообще есть доступность по сети к тому, что вы указали. То есть, он банально делает пинг TCP-шный на порт и проверяет, что destination вообще отвечает, чтобы не пытаться стучаться по SSH туда, где выключили уже сервер, там, не знаю, Mac mini в ремонт ушел, а в конфигурации все еще указано. Тоже можно указать таймаут на это, сколько ждать, чтобы устройство пришло в онлайн, либо сказать, что недоступно. Можно передавать также параметры внутри тест-транов, да, самый банальный, который используется, это передать через переменное окружение, там, можете передать, не знаю, какой API сейчас использовать сервер, стейджинг, end-to-end или еще что-то, но в целом это параметр общий, вы можете указать там все что угодно, в том числе, там, не только адреса по сети, а там, какой параметр сейчас используют внутри теста. Выглядит так, что внутри конфигурации вы указываете в exit-to-strand end-block и тут просто указываете вот этот мап из имени environmental variable и значения. Вот, это будет сгенерированным марафоном в exit-to-strand файл, в котором это все будет указано. Марафон по умолчанию заполняет там достаточно много дефолтных переменных окружения, которые нужны генерируются x-кодом в том числе, если вы используете exit-to-strand файл из x-кода, там уже есть дефолтные, марафон их заранее предзаполняет. Если вы пытаетесь перетереть что-то, что уже есть, то environmental variable, если он уже есть дефолтный, который нужен для тестирования, он останется тем же. То есть не пытайтесь перезаписать какие-то там LD library path и вот это все. Так, и на этом в целом про iOS, наверное, все. И теперь про те самые обещанные конфигурации, про как же нам оптимально все запускать. Итак, в чем мы приоритизируем на данном случае? У нас есть быстрый запуск, у нас есть устойчивый запуск в плане обработки флейкинса и есть быстрый и устойчивый запуск. Значит, в чем будем использовать для этого? Для быстрого запуска, чтобы организовать это, нам, естественно, нужна аналитика, нам, естественно, нужен батчинг. То есть мы хотим минимизировать потери на каждой команде на запуск. Мы также сортируем по времени исполнения от длинного к короткому, чтобы минимизировать ошибки. И также мы убираем по максимуму все ретраи, которые постфактум. То есть либо мы заранее предугадали, что нужны будут ретраи, либо вообще не делаем этого. Для андроида тут в данном случае очень важное подключение PM-клира, потому что очень дорогая операция. Поэтому для быстрых ранах лучше это все выключать. Как это выглядит с конфигурацией? То есть быстрая конфигурация на андроид и быстрая конфигурация на iOS. Указываем, естественно, аналитику, как я говорил. Для быстрой конфигурации все ретраи конфигурируем, то есть completed ставим в единицу либо в ноль. Сортировка, как я говорил, по убыванию. Батчинг, ограниченный со всеми параметрами, то есть пять тестов максимум и ограничение по одной минуте на каждый батч. Выключаем PM-клир и примерно все то же самое работает на iOS. То есть такая же батчинг-стратегия, ассортинг-стратегия и incomplete ретраи. Но, соответственно, у iOS нет такой проблемы с PM-клиром, потому что делается там один раз. Если хотим более устойчивые запуски, мы делаем, мы изолируем все тесты, то есть в каждом батче только один тест. Мы согласны платить за то, что есть overhead на запуск. Мы также сортируем по времени исполнения, чтобы минимизировать ошибки, и добавляем большое количество ретраев, которые не запланированы, и на uncompleted ретраи. Выглядит все, соответственно, Android и на iOS. Вот на Android, соответственно, уже мы указываем PM-клир, чтобы достичь большей устойчивости. Добавляем больше uncompleted квоты, добавляем фикс-квоту. Ну, соответственно, я не знаю, это зависит от того, сколько у вас тестов в целом в приложении. То есть если у вас там 50, наверное, это выглядит в целом нормально. Если у вас там 5000 UI-тестов, то, наверное, это маловато, и нужно будет поменять эти параметры. Батчинг, соответственно, важно то, что один. И точно так же указывается сортировочная стратегия и аналитика, которая нужна для функционирования этих стратегий. На iOS все в целом примерно точно так же. То есть можно увидеть, что этот подход про то, как сделать тест-страны быстрые, он только чуть-чуть зависит от нюансов платформы, а в целом логика примерно одинаковая. То есть единственное, что в данном случае пока различается, это указываете вендор-конфигурацию и указываете соответствующие пути к приложениям, и только PM-клир пока отличается. И, соответственно, быстрая и устойчивая конфигурация, то есть самый-самый дорогой вариант, который может быть, это мы и делаем PM-клир, и добавляем, соответственно, превентивные ретраи, которые мы предполагаем, что потребуются, и дополнительные ретраи, которые после этого тоже добавляем и оставляем батчинг-стратегию на все, и точно так же сортируем по времени исполнения. И то же самое соответственно на iOS. Когда вы это запустите, вы просто увидите, что стоимость, в данном случае, она меряется как раз тем файлом Bill, который показывает, сколько устройств конкретно было утилизировано по времени. И в параллели, наверное, если у вас 100 устройств, вы вряд ли заметите, это по визуальному таймлайну, как было, 15 минут, так и будет, но если у вас что-то на полминуты дольше, но в рамках 100 устройств, то эти полминуты умножатся на 100 или, не дай бог, еще на больше. Это если оптимальные конфигурации рассматривать, которые я бы рекомендовал, но все они требуют по сути подключения огромного количества устройств к одному рану. А это, по сути, задача, как бы нам нужна ферма, что должно делать это в плане инфраструктуры. Очень часто это просто невозможно сделать по каким-то причинам, нет ресурсов в компании, нет людей, которые могут это сделать или любые другие проблемы там можно ставить. Поэтому очень частая конфигурация, которая не является оптимальной, очень хочу это уточнить, но тоже достаточно популярная, это если вы, например, стартуете симуляторы-эмуляторы в рамках вашего CI-рана на агенте, то вы там же и поднимаете эти ресурсы для тестирования. Это тоже можно распараллелить, не оптимально, потому что у вас нет единого звена, который координирует тесты на кучу устройств, но, соответственно, как это выглядит? По сути, это всего лишь фильтр, ничего более. То есть, все раны здесь точно такие же, все, что вы у них увидите, это вот такой специальный дополнительный фильтр, который применяется в фрагменте. Он чем-то похож на то, что в дефолтных терминологиях обычно называется шардингом, но в марафоне просто шардинг уже зарезервирован как концепция, это немножко про другое. Поэтому все, что это делает, это делит все ваши тесты, которые должны исполниться на одинаковое количество тестов в блоке. Допустим, у вас там 100 тестов, вы указываете, что у вас 10 фрагментов и дальше указываете индекс, соответственно, фрагменты от 0 до 9. И ты запускаете 10 ранов в параллели на разных CI-агентах, указываете фильтр и каждый из них будет запускать соответствующую часть тестов у себя. Почему это не оптимальная конфигурация? Потому что оно абсолютно не учитывает балансировку очередей на всех этих устройствах, у вас нет центрального звена, который отвечает за ретра и так далее. И, собственно, на этом, наверное, все. То есть, вот эта субоптимальная конфигурация, если вообще никак невозможно, можете пользоваться ее для ускорения ранов. Очень здорово, спасибо. Ребят, надеюсь, вам понравилась данная презентация. Спасибо, Антон. Прошу вас оценить данную презентацию в конце. У вас появится кнопочка «Оценить презентацию». Что в этом роде? Пожалуйста, сделайте это. Напишите фидбэк, нам будет очень приятно узнать о фидбэке. И я вас очень прошу, переходите в дискуссию, и мы обсудим все вопросы, которые вы задали. Погнали!